А в России один из самых популярных вопросов, почему я такая дура? В такой форме, вот с такими плечами, вот на него летит, он уже еле-еле держится. Шум, куча шума вокруг. Вот интересно, почему ты это делаешь? Почему? Мне нравится использовать страх смерти. Работаем, 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 пенсия. Слушай, такая очень семейная сейчас была атмосфера, только что здесь буквально несколько минут назад ты пришел с детьми. Я как раз хотел первый вопрос задать, какое у тебя было первое воспоминание в жизни, которое ты помнишь, вот именно из своей жизни, из самого раннего детства. Может смутные какие-то картинки были, у каждого из нас что-то есть, мне кажется. Я помню, что я жил у бабушки и очень хотел на самом деле жить там, где был мой брат, моя сестра, мой отец. А я жил отдельно у бабушки. И очень запомнилась именно такая момент, когда моя мама уезжала, а я оставался у бабушки. Вот этот момент. Первое мое воспоминание. А почему так было? Ну, моей мамой было трое детей, она при этом работала и... А, она оставляла... Да, оставила меня на воспитание у бабушки. Я понял. Хорошо. Это относится к предпринимательству. Я думаю, все относится. Я думаю, все объясняется этим событием. Мы к нему придем. Качество нашей жизни теперь зависит только от качества вопросов, которые мы задаем. Я как интернет про предпринимательство, во мне есть... Теперь интервью зависит от качества твоих вопросов. Да, мы будем вбивать Google, но у меня есть определенный план, как у любого предпринимателя. Мы обязательно выйдем к предпринимательским вопросам. Какие базовые принципы родители в тебя вложили? Чему они тебя учили? Чего сейчас учишь своих детей, которых у тебя трое? Что касается предпринимательства, во-первых, не бояться. Это был такой центральный принцип и моего отца, и у моей мамы тоже. У моей мамы больше идти к самому себе. Но чтобы идти к самому себе, тоже надо не бояться. Соответственно, потом... Второе, это свобода выбора. Соответственно, нам не навязывали практически ничего вообще, в принципе. И мы были вынуждены с самого раннего детства делать выборы. Да, какой спорт, что мы... И это была полная свобода. Я мог выбрать что угодно, поменять сколько угодно. И такие есть вещи, как, например, карманные деньги, которые нам не давали. Что заставило нас быть предприимчивыми. Очень с раннего возраста. Я всегда говорю, что я вырос в богатой семье, потому что у нас была уверенность, что в лучшем будущем у нас была полная поддержка любого начинания. Я не помню ни разу, чтобы я своим родителям рассказал идею, чтобы они сказали, это глупая идея. Вот ни разу. Они наоборот всегда подталкивали, говорят, да, давай, давай, попробуй. А какая самая безумная идея на тот момент была, которая ты сказала, а они сказали, окей, делай. В 17 лет я уехал в Америку по обмену. Была программа, когда производится обмен. Семья тебя выбирает, и ты уезжаешь полностью в новую жизнь. Не было даже минуточки, да вообще просто сразу было, как бы, да, это хорошо. Ну, они, наверное, уже к 17 годам привыкли. Ты рассказывал, в интервью смотрел, что ты такой был очень активный, подвижный ребенок. Очень много ты двигался, у тебя там было 16 шрамов на голове, да, как-то тебя там зашивали. То есть они, наверное, уже были к этому готовы, что когда-то он скажет нам, я уезжаю в Америку. Не знаю, не знаю, могут быть, это все-таки такая вещь серьезная, когда ребенок уезжает. Это произошло очень резко, я очень быстро принял решение. А что повлило? Я хотел изменить траекторию своей жизни. Уже в 17 лет было понимание этого? Да, 100%. Я прямо, это было осознанное решение, 100%. А что не устраивало тогда? Траектория какая была? Ты разносил газеты, это вот из-за этого? Ну, у меня, во-первых, не совсем устраивало окружение, потому что у меня было достаточно агрессивное окружение. И потом я понимал, что если я не сделаю какие-то большие изменения, я бы пошел вообще не туда. Но у меня к тому моменту не было идеи закончить школу, например, да, там, это не входило в мои планы. Меня исключили из английского языка за поведение плохое. И в 17 лет я понял, что в текущем мире без английского языка это как инвалид практически, да. Ну, действительно, это просто как бы ты обрезаешь себя. А как я мог догнать? Да, я пропустил 6 лет английского языка. Единственный способ догнать было погрузиться в среду, где иначе невозможно. Вот так это было. Ты сейчас уже не в операционке, но какое-то время назад, это известная история, ты очень много раз об этом рассказывал. У тебя был из-за перегруза нервный срыв, что ты, ну, как ты говорил, мог умереть даже, да. То есть настолько сильное было потрясение. Я тебя не буду просить рассказывать снова эту историю, но важный момент. Как понять, что вот тебе уже, да, оглянувшись назад и, может быть, другим ребятам посоветовать, в какой момент нужно вот немножечко себе этот груз напряжения снимать и как это делать? И когда выходить из вот этого борща, скажем так, который тебя затягивает? Ну, я постоянно в перегрузках, да, потому что я запрягаю себя в системы. Ну, срывов не было больше таких? Нет, вот такого мощного не было. Человек нерационально себя ведет, да, и поэтому надо себя запрягать в систему, в карту, в которой ты делаешь те действия, которые ты хочешь производить, да, соответственно, я запрягал себя всегда в системы, сам, в собственные системы, которые выжимали из меня максимум, да. Когда я нахожусь в этой карте, в которой я сам себе, окружение людей, окружение целей, окружение дедлайнов, окружение всего, я действую, в принципе, всегда на высоком таком… Градусе. Градусе, да. Теперь, если говорить, например, про аналогии, которые мне нравятся, мне, например, нравится, когда мы покупаем машину с большим двигателем, он, в принципе, не нужен, да, большой двигатель, да, но большой двигатель с большим объемом живет намного дальше, потому что он работает, например, если взять маленький двигатель, какой-нибудь Opel Corsa 1,6, да, он почти все время работает на 80-90%, да, и он ломается потом, у него срок жизни маленький. Если мы хотим в длинную, нужно иметь большой объем, чтобы работать, чтобы средняя работа была на очень низкой утилизации максимальной мощности, да, тогда водитель будет, тогда будет очень долго жить эта история. Поэтому я в себе расширяю объем, да, свои способности, чтобы я мог достаточно высокопроизводительным человеком быть, при этом не доходя, не работая на своих пределах постоянно. Я для себя выбрал вот такую модель, маховик, мне нравится двигатель, мне нравится, что в двигателе есть маховик, который принимает энергию, который стабилизирует вот этот двигатель, да, и который отдает энергию, когда происходит какой-то сбой. И теперь у меня, например, когда происходит какой-то сбой где-то, у меня есть маховик, который пробивает просто до того момента, пока я не починился. Я хотел вот такой теме, у которой постоянно, я вижу, там, бомбит предприниматель. Никто не хочет признавать из большинства предпринимателей, что они по факту ремесленники в бизнесе, то есть что они сами все делают, все на них, и они, по сути, ничем не отличаются от наемного сотрудника, просто работают не на дядю, а на себя. А есть предприниматель, да, вот именно предприниматель, предприниматель, который делегирует, который занимается не операционкой, а стратегией и прочими вещами. Ты в свое время тоже мог бы стать, в принципе, ремесленником, да, если бы устроился на работу. Я был в первом бизнесе. Да. А всем ли нужно это? И, может быть, признать то, что ты ремесленник не так уж плохо на самом деле? Как тебе кажется? Или все должны... Ну, в моем случае произошла эволюция, да. Мой такой первый опыт серьезный, где я уже начал зарабатывать более-менее такие большие деньги, я был пауэрселлером на ebay, и я делал все сам. У меня не было идей нанимать людей, и даже когда оборот вырос до достаточно большого объема, действительно, я не нанимал людей, я все делал сам, я был на пределе. И этот опыт, это просто, он должен быть, чтобы сделать следующий более большой шаг. Мог ли я в 17 лет уже сказать, вот, я теперь буду строить организацию? Скорее всего, мог. Да? Ну, просто, если взять мою траекторию, мы были иммигранты в миграционном лагере и так далее, в тот момент, с той информацией, которая у меня была, я не мог делать по-другому. Я не мог проснуться и сказать, я сейчас буду основатель великой крупной организации, да. Для меня это была уже победа, я не ожидал, что я смогу довести оборот до 100 тысяч евро в месяц. Это мне расширило мозг, и потом это стало основой для следующего шлага, это потом для следующего, это следующего, это все, я логически шел шаг за шагом вперед. Это вот это увеличение предела было, да, по сути? Да, поэтому, в принципе, ты прав, проблема в предпринимательстве, в бизнесе, что под одним словом бизнес сумелируются все разновидности, что есть, все, что есть в мире. Все, что есть в мире, все явления есть под одним словом бизнес. То же самое предприниматель, да, это слово, оно, если говорить даже про, там, учитель, внутри есть разновидности, но в предприниматель есть, ну, просто сумасшедшие разницы, да. соответственно сейчас многие водители убора считают себя предпринимателями да там хотя они просто встроены в систему это некая другая система оплаты труда в эру технологии есть очень много платформ которые могут задействовать сотни тысяч людей при этом не нанимая их на работу да они их называют предпринимателями это это другая другой род другой вид предпринимателя да это это ничего плохого и хорошего нету но нужно понимать что иногда это слово эксплуатируется иногда тебя называют предпринимателем предразумевая что ты несешь как бы риски и будешь теперь оплату получать только по сделке до соответственно если ты заболел ты уже не получаешь деньги да то это что раньше делалось дать через договор найма сейчас можно очень удобно человек пока функционирует зарабатывать когда человек не функционирует он вылетает из системы есть конечно масштабные предприниматели которые строят эти системы к только основатель убора это владельцы франшиз и так далее поэтому конечно это верхние если лига чемпионов есть футбол есть много лет этом лиг германии там 13 штук есть первая лига из 13 это все футболисты в предпринимательстве есть лига чемпионов и лига чемпионов это это люди которые строят организации огромные системы которые всасывают себя очень много то что ты сейчас делаешь да то есть ты по сути уже дошел до верхней стадии развития предпринимательства теперь нужно просто наращивать объем на я шел к этому шаг за шагом следующего нет уже ничего да я имею виду принципиально другого я я думаю да ты в 37 лет уже по сути добрался до этой планки при этом очень часто я сейчас немножко переметнуть такую тему в интервью встречают и говоришь там о страхе смерти о том что ты хочешь очень много успеть какой у тебя план на жизнь то что ты хочешь успеть сделать да я действительно считаю что страх смерти это такой мощный мотиватор для меня то потому что я какое-то время это мной двигало но я это не осознавал потом я это осознала и сейчас даже стал использовать потому что ничего плохого в этом нет да ну специально вызывать у себя это да ты можешь себя ты можешь просто избегать этих мыслей как будто этого нет да ну просто это нет это на тебя повлия по любому влияет если это на тебя влияет на меня это влияло мне всегда казалось что хочется за собой что-то оставить что-то вот не вот не вот это мне хотелось что-то создавать мне очень огромное удовольствие приносило если я видел что что-то живет без меня так потому что это какое-то продолжение меня то же самое когда я видел в организациях свои ценности мне это приносило удовольствие поэтому однозначно мне нравится использовать страх смерти под потому что я считаю что идея которая ну альтернативно что время очень много а потом потом откладывание вечная да и вот совсем другая ценность придается времени когда ты осознаешь ее конечность я даже как бы последний день своей жизни как ни странно внес свой календарь поэтому когда ты это понимаешь когда я внес свой календарь это очень странное поведение да сам выбрал да я ее сам был когда это сделал я понял что вот теперь уже ты не воспринимаешь определенные вещи как вот бесконечно да например есть у нас определенные ритуалы которые мы делаем семьей каждые два года или каждые пять лет у нас такие ритуалы да и когда я теперь эти ритуалы вношу я теперь понимаю например мы едем сейчас у нас в августе есть ритуал я понимаю осталось 10 раз еще 10 раз будет вот это все 10 умножить на 2 будет 20 лет но это этот ритуал более реже мы делаем до которые сейчас делаем получается вот этот конкретный ритуал осталось 10 раз вернешь когда ты вот так думаешь что это интимно это не может называть это да это него это семейные есть разные ритуалы это просто вопрос в том что когда ты воспринимаешь что так ты уже время это воспринимаешь по-другому у тебя осознанность вырастает и качество которое придаешь да потому что вот это вечное списание да как бы времени она очень мешает и когда ты начинаешь так мыслить и начинаешь действительно из единицы времени выбирать намного больше ценности каждая единица времени когда ты так вот все получается действительно ты свою жизнь проектируешь вперед делаешь дизайн своей жизни чем ты хочешь когда заниматься да какие у тебя вещи и тогда у тебя есть полная как это странно потому что не хочется так туда идти потому что это те почему люди туда не идут потому что это напоминает тебе о смерти и люди это избегают они не хотят не хотят делать они просто вот лучше не буду думать вообще но это приводит к тому что они обычно делают плохо да то что происходит импровизация и происходит откладывание и прости канинопа к сильнейший прогрессе нация и и все от результат и здесь кстати в том числе это и успокаивает потому что ты например некоторые вещи уже запланировал и они у тебя четко стоят в календаре и ты знаешь что пример да я вот этим займусь вот в этот момент и ты последовательный когда этот момент приходит ты это делаешь у тебя не не накапливается тысячи вещей которые отложил на потом что потом вот такой ком да и ты потом чувствуешь буду происходит срыв это не работает и в том числе например вот ты сейчас видел я с детьми пришел да я могу за очень спокойно проводить время с детьми потому что у меня в календаре моей жизни в моем календаре моей жизни в моем дизайн плане с тридцати вот час следующие десять лет вот десять лет этап они у меня обозначены как прайм-тайм отцовства вот вы во всей моей жизни есть 10 лет где моя роль отцовства самое максимальное важное это сейчас эти десять лет до из-за этого но я спокойно провожу время с детьми потому что у меня прайм-тайм сейчас отцовство но прайм-тайм предпринимательство намного дольше предпринимательством отцовство сейчас я могу и когда мои дети будут взрослые я буду пытаться на гребсти то что упущено да это не это не сработает а предпринимательства где где прайм-тайм предпринимательство как раз дети вошли поставка студию когда мужчина создает больше всего ценности в своей жизни если проанализировать много жизни предпринимателей там львиную долю ценности 80 процентов они создали возрасте 45 75 лет я как раз недавно на канале макса спиридонова ну ты его прекрасно знаешь да видел такую картинку ян кум основал ватса ватсап в 35 лет харван сандерс это тот пример который близок мне из франчайзинга чувак 65 он мыкался по-разному перепробовал все но он 69 лет основал киевский который стал по сути дела моего жизни и он дошел с ним то есть очень много примеров там макдональдс рейк рок да по сути intel это не сильно демотивирующие такое рассказывать все впереди у тебя еще да нет там просто есть куча примеров которые двадцать лет двадцать пять лет тридцать вверх по женщины и пенсионеры это говорит о том что не определяющий фактор как разделить шум и сигнал есть то что действительно определяющий фактор есть шум кучу шума вокруг появляется какая-то история успеха и люди делают на этой истории успеха тысячу пять выводов да там какая у него была обувь когда он делал этот бизнес какой он какая какой бренд что он там это все шум в какой стране да да а есть определяющий фактор постоянно люди спорят нужны бей не нужны бей нужно образование не нужно образование возраст люди делятся половина людей считают еще слишком рано половина людей считают слишком поздно когда у тебя есть научные вопросы на нем вот такая вот карта да кучу разных точек и нет связи значит это не определяющий фактор это не определяющий факт значит есть другая сила сильнее сильнее сила чем возраст возраст не определяющий факт но очевидно очевидно что старая модель человеческой жизни что у тебя работа пенсия что она изжила себя для предпринимателя и очевидно что для есть такие моменты в жизни триггеры до который мощный последние годы университета начала профессиональной жизни это мощный момент в котором очень многие люди решают кем я хочу быть следующие 5-10 лет не туда пойти и они могут стать предпринимателями это этот том это тот момент где многие становятся предпринимателями после окончания университета очень часто предпринимательские траектории начинаются после увольнения до человека увольняют очень или теряет работу и человек от этой точки может пройти я сейчас тоже познакомился с предпринимателем 87 лет он первый свой бизнес основал 62 он он просто работал и делка работал наемным сотрудником до 62 лет в родном нет в европе он потом вот категорически не устроила не устроила эта идея что теперь он оставшую жизнь будет на автобусах кататься по всяким bus райзен там по европе и будет просто наблюдателем и он основал свою компанию сейчас империя 2 миллиарда долларов он полностью стопроцентный владельцем 87 лет и он сказал что все его друзья знакомые которые пошли по bus райзен они уже давно умерли он сумасшедший активно он покупает компании продает активы он прям супер интересный предприниматель поэтому есть очень много исключений от всех этих правил но по сути я вижу что предпринимательство это то чем можно заниматься всю жизнь это это как бы я я не я вижу это как деятельность которая и в 50 и 60 и 70 лет я хочу создавать я хочу строить я хочу быть архитектором я буду более еще как бы более зрелый но есть другие вещи которые можно сделать только сейчас только сейчас если ты делаешь план своей жизни тогда ты это видишь ты видишь какие вещи как ты можешь делать только сейчас если ты упустил там если ты какие-то сделал большие ошибки потому что ты был в каком-то драйве другом это это ты уже не может догнать а есть вот какие то может быть рекомендации там до 40 до 50 сделать вот это женщины в идеале должны рожать детей до 40 лет с текущими результатами медицины если до 40 лет нету первого ребенка это уже мало очень вероятно то что сейчас в германии например девушки до 35 категорически не рожают детей потом они максимум успевают 1 1 и 3 в среднем ребенка если ты пропутина если мир женщина берет и единственный период жизни когда она может стать мамой и тратит его чтобы стать заместителем маркетинг-директора какой-то средней корпорации она стала но теперь она не может уже да и в 65 лет когда она будет жить одинокую жизнь и к ней никто в гости не будет приезжать это как бы ее выбор был но поэтому у девушек огромный стресс они хотят делать и карьеру и маят все одновременно да и это стрессовый фактор потому что нету понимания что в принципе после 40 лет есть еще 4 5 десятков лет если взять среднюю девушку который сейчас 20 лет у нее а же средняя ожидаемая жизнь больше чем 100 и в полном считается что с текущими показателями медицины до 85 лет люди могут прям высокопроизводительную жизнь жида получается 45 лет после 40 еще 45 лет активная жизнь но тяжело перестроиться потому что это все привычки мы живем по старой модели вот у меня сейчас вот просто супер пример моей жизни случился насколько человек нерациональное существо потому что вот идет все по какой-то траектории да по инерции просто по инерции вот как из поколения в поколение я расширил квартиру у меня теперь и рядом с моей спальне есть душ новый душ но я последние пять лет принимал душ в старом душ и а он теперь намного туда идти далеко уже шесть месяцев у меня есть вот душ который прямо здесь но я принимаю душ там где принимал раньше уже уже шесть месяцев потому что это это сила привычки это сумасшедший то это сила привычки это очень сильно поэтому людям тяжело менять модель мира да вот эта модель работаем 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 пенсия так с женщинами разобрались что мужик должен успеть до 40 но вот с мужчинами там тоже там тестостерон говорят влияет и так далее но на активность как минимум после 40 или там до 40 скорее всего нужно закончить с алкоголем да потому что есть всему свое время да там есть студенческое время есть какие-то другие есть люди которые не находят новые схемы вот у них есть схема 1 рабочие чтобы изменить в себе что-то вот и есть алкоголь и они не меняют потом после 35 40 лет начинает большой ущерб это это привычка становится ну просто ну в россии особенно дамы сколько испорченных жизни из-за мужиков которые не могут перестроиться просто продолжают одну и ту же схему просто вот не не на них и не находят что-то новое в жизни ну хорошо это было свое время но все как бы что-то новое я считаю что до 40 лет мужчина должен определиться почти во всех вопросах он должен уже попробовал себя в практически во всем до 40 лет да сначала мы пробуем себя в разных видах спорта потом пробуем до разных девушек да там тоже в поиске да там женщины какой-то дата просто тоже примирил себя там x 1 до чтобы вот здесь хорошо и то же самое что касается изучение самого себя и спорт определился какие мои виды спорта с девушкой определился создал семью да и конечно по карьере однозначно нужно понимать где мои сильные стороны где мои слабоство что мне приносит что мне нравится да где где был в потоке какой смысл жизни я себе придумал ясно то есть как 40 если у тебя это что-то получается хорошо надо вот это развивать а не имитаться как полковник сандрос да я считаю конечно до сака лет у человека должен быть уже хотя бы можно еще много чем с кем стать да ну должен быть какой-то уже период где-то был в потоке ты что-то основные скиллы должны быть выработаны уже к этому моменту это мой так я думал я себе ставил цели на 30 лет я себе ставлю на 40 лет сейчас у меня я хочу в 40 лет жить в теле лучше чем 30 лет я хочу уже живешь теле лучше чем 30 лет я видел там интервью с тиньковым такой был я да однозначно я хочу даже лучше чем в 20 лет я хочу прям жить в хорошем теле я хочу быть витальным энергичным я хочу быть ну как бы преследовать миссию да я хочу иметь хорошее отношение конечно же социальный капитал до в 40 лет ты спрашиваешь у человека должно быть минимум 20 сильных отношений в жизни если ты прожил 40 лет достойно да у тебя должно быть 20 людей с которыми у тебя сильная связь ты говорил об этом у тебя есть топ-20 людей с которым ты стараешься часто встречаться это твои там и менторы и друзья которые с которыми нужно поддерживать отношения ты их никогда не называл это люди как из твоего окружения там вот рыбаков входит в этот топ-20 конечно а он учится у тебя он все-таки старше немного он уже на один десяток лет скажем так он вот интересно было такое что с тобой советов с каким-то вещам конечно в менторите друг друга до менторим друг друга постоянно и самое главное что когда ты кого-то менторишь ты сам развиваешься как найти ментора вот кто это может быть это обязательно должен быть какой-то из высшей лиги или это может быть такой же предприниматель как ты но может быть из с каким-то другим мышлением как с найти его ну смотри у меня во всех этапах жизни я когда пытался что пройти я искал людей которые это уже прошли и вот ним существенно дальше до которых я добивался это как то же самое как как я добивался в инвестиции год интервью этого да вот ты добился получается да и ментор тратит свое время он вкладывает его в тебя как в инвест проект иногда легче добиться денег чем времени людей получить время людей которые могут быть менторами действительно сложнее я у меня было всегда два подхода я бы еще вырос во время когда не было ютуба и не было интернета такого вообще я не мог раньше представить что там с тем же рыбаком познакомлюсь с тобой конечно же когда мы росли когда я стал предпринимателем не было вообще ничего вот не мы не знали никого мы не вот я жил германии я не знал ни одного человека владельца какого-то бизнеса вот у нас бы нас окружали бизнесы всякие всякие я не вот ноль информации кто что сейчас мы живем в прекрасном мире где любую компанию можно взять найти кто и владеет смотреть изучать любой человек в мире любой у которого когда-то была хорошая идея может быть твоим метром я когда-то ехал в поезде и напротив меня сидела бабушка и я вынуждена с ней четыре часа разговаривал и я просто это была такая сессия наставническая потому что я сначала думал вот я теперь вынужден ее слушать да потом а когда в это погрузился я понял что там такое просто фонтан мудрости до что этот на меня стала наставник ты можешь учить у любого человека который есть хорошая идея ты можешь учиться и очень осторожно надо если у человека есть какой-то результат не значит все что он делает правильно соответственно и поэтому можно в принципе сказать что у меня было тысячи метров тысячи и бабушка в том числе это была мотивация сделать мой youtube канал если я как ментор я был метром я рассказывал одно и то же еще раз еще раз еще раз и потом я создал youtube канал на которыми сейчас все что я рассказывал раньше встречах один на один я сейчас показываю у себя на youtube ты менторишь всех друзья если вы хотите лично увидеть узкая хартмана возможно пообщаться даже с ним то обязательно приходите на форум бизнес констра 4 0 который пройдет уже совсем скоро 1 июня в киеве это большое на 8000 предпринимателей события международный форум где соберутся предприниматели из разных стран мира и спикеры из разных стран мира среди них например дмитрий дубилец который мы ранее записывали интервью евгений чичваркин евгений черняк помимо топовых спикеров 8000 предпринимателей в зале сумасшедшая энергетика куча на этого генга мы там будем обязательно поэтому друзья если планируете посетить это мероприятие я вам крайне рекомендую это сделать то воспользуйтесь промокодом франч тиви когда будете забирать свой билет он даст вам возможность получить 15 процентов скидки на любой билет кстати они заканчиваются там где-то уже sold out какие-то остались чем успеваете ссылочку мы оставим в описании я подумал что за лучший комментарий который вы оставите под этим выпуском это может быть вопрос впечатление об интервью я подарю эту книгу сапиенс одна из самых хайповых наверно последнее время я постараюсь подписать ее оскара хардмана 1 июня на бизнес констрате 40 поэтому увидимся там с вами возможно вместе с вами ее и подпишем вообще деловой сезон и не думает заканчиваться я уверен что через полтора месяца большинство из вас уже будут валяться на пляже но пока мы работаем я вот недавно запустил свой курс по созданию франшизы может стартовал но все еще можно запрыгнуть в него ссылочку оставлю в описании кроме того в это воскресенье уже совсем скоро 26 мая я буду выступать на митапе супер люди тематика метапа продажи и я там буду в частности говорить о том как масштабировать свой бизнес как увеличить продажи своей компании благодаря франшизе поэтому будет очень интересно обязательно приходите ссылка на ивент также есть в описании давайте возвращаться уже к оскору наверняка нас заждался давай немножко фанчески поговорим ты знаешь мы занимаемся созданием франшиз а я не знал но недавно узнал ну относительно недавно что ты создал компанию за одно да который продвигалась в том числе развивалась помощью франчайзинга ты можно какие-то советы тем ребятам которые хотят запускать запускать франчайзинговый бизнес каких ошибок стоит избегать или с каким бизнесом вообще в принципе невозможно сделать нормальную франчайзинговую идею но я как-то для себя исключал когда франча франчайзинг для как для меня как для предпринимателя это я никогда это серьезно как опцию не воспринимать смотря на макдональдс и прочим потому что опять я тебе рассказал первое свое воспоминание детства для меня один из ключевых факторов драйверов и я не хочу чтобы кто-то другой определял мою судьбу это просто супер важно для меня вот просто это и это наверно такой игру после университета у меня был один человек который сказал оскар иди ко мне он был очень успешный один из там топ-40 германии и он сказал иди ко мне под крыло я тебе сделаю лифт и сделаешь сумасшедшую карьеру я в тебя верю и так далее я просто убежал от этого как мог потому что я не хотел чтобы какой-то человек определял мою судьбу сегодня ему нравится завтра ему не нравится да и так далее поэтому для меня предпринимательство это всегда был способ что я сам определяю свою судьбу и франчайзинг там есть два минуса больших до которых я вижу первое часто вижу что предприниматели которые берут франшизу опять если делать разные градацию предпринимателей это предприниматели которые частично думают что они сами недостаточно хороши это им что-то не хватает вот я хочу какую-то схему зарабатывания но мне не хватает я не могу сам ее построен и очень часто попадают просто франчайзинг есть вот очень много там обмана до слабых франчайзинг просто не готовых не готовых там люди сами ничего не сделали и уже как бы и люди попадают эту ловушку просто потому что они опасная идея франчайзинга очень опасно думает что кто-то за тебя решит какие-то проблемы тебе деньги приносить зарабатывать надо идти из франшизу с правильной мотивации если мотивации что кто-то для тебя все проблемы решит и если у тебя мотивация что-то будет легче знаешь потом это как бы кончается очень плохо меня вот это уязвимая позиция категорически не устраивает точно не подходит франчайзинг но есть люди которые больше к этому склонны подчиняться окей старший брат но это может быть не рациональный страх потому что действительно не надо все заново и запретать всегда есть действительно системы в которых предприниматель и выгодно действительно выгодно брать франшизу и это рабочая система рабочая консталляция да и где у человека не такая уязвимая позиция и где он может в принципе достаточно мне очень нравится тоже мастер франшизы вот есть уже теперь как например хороший кейс домино спица российский сделал айпио это 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 компания которая взяла франшизу у глобального да и они построили бизнес до такого размера что компания с мастер франшиза сделала и пио соответственно вот это очень хороший кейс как можно и получить и капитализацию и очень мощный результат используя системы франшизы хорошо с франчайзгом разобрались у тебя ты управляешь более чем сорока компаниями или цифра уже не актуальна сколько я я акционер 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 не куда акционер более чем саргана гуга не дай бог управляет таким количеством компаний а сколько кстати управляешь я состою в советах директоров 10 компаний в том числе альфа банк да в том числе альфа банк ты говорил что когда ты инвестировал ты чаще всего ошибался в инвестициях и эти инвестиции там были сгорали или ты не получал достаточно эффекта из-за того что была выбрана неправильная бизнес-модель ты как инвестор сейчас на какие признаки бизнес модель успешности без модели обращаешь внимание что может помочь ребятам когда они выбирают там свою нишу чем будут заниматься и так далее какую бизнес-модель им искать чтобы они возможно когда-нибудь пришли к тебе и ты в них проинвестировал но смотри во первых я до сих пор ошибаюсь сколько бы то опыта не набрал никто еще не нашел ту формулу по которой можно избежать любых провалов и даже я бы даже сказал что иногда надо брать большие риски делать эксперименты да по сути каждая новая компания это некий эксперимент с такой командой вот с такой идеи в таком рынке это такие эксперименты да и если бы вот сейчас был было письмо джев бейзуса своим акционером что они там на 5 миллиардов долларов экспериментов провалили до соответственно это с учетом бренда amazon с учетом всех знаний которых людей там есть топовых они сделали провальных экспериментов на 5 миллиард долларов то соответственно это просто показывает что ты не можешь предсказать будущее да надо пробовать надо ошибаться и эта часть жизни еще amazon они осознанно берут очень большие они пытаются сделать вещи сумасшедшие где очень низкий фактор успех но есть действительно вещи где можно практически предсказать не успех действительно да соответственно ну например то есть куда точно не стоит сейчас эти ну да ты не вложишь ни копейки денег своих но я считаю что одна из лучших бизнес-моделей которые есть в мире это marketplace торговая площадка да то есть это только онлайн торговая площадка не только онлайн в принципе торговой площадкой там food city да есть рынке и в line торговая площадка фактически биржа до базар раньше был это сверхустойчивый бизнес-модель и потому что у тебя вся ценность производит за компания не производит ценность она просто аккумулирует суть она не создает сущность она аккумулирует сущность со всех сторон и ликвидность на этом торговой площадке это такой барьер для входа для других то что эти компании могут существовать там столетиями и при этом вот никакие просто не за какие деньги их практически невозможно это действительно мне очень нравится торговые площадки и самое главное торговой площадке мэнни то что называется много-намного где с обеих сторон много участников до соответственно классический пример дейтинг много мужчин много девушек у меня был тямо точка ру и мы их сводили для свадьбы очень часто я вижу проблему люди занимаются очень маленькими рынка вот просто да есть большие рынки они известны финансовый рынок этом банки это стабильно в любой экономике мира очень большой процент самых крупных компаний финансовые продукты разного рода продукты питания вся цепочка еды и распределение да вот в этой в этой индустрии много много успешных крупных компаний там машины а все что связано с машинами передвижением логистика большие рынки фэшн одежда там да как бы весь консюмер гуд сектор и так далее образование медицина а люди заходят в очень странный рынок ну смотри мы создаем франшизы тоже узкая ниша маленький рынок хотя много есть покупателей много есть продавцов казалось бы да вот вроде как пересечения есть но тем не менее узкой ниши но что делать если эти услуги нужны и кто-то должен делать или для нас не должно быть фактором идти туда ну тогда можно этим заниматься но тогда просто без ожидания вот например вчера я столкнулся с рынком я сделал скульптуру мне надо было ее отлить из металла что макет нарисованы да не я сделал прям сам сделал из лепнины ну как бы слепил скульптуру мне надо ее вылить то есть бизнес который были подберет скульптуры и превращает их в металл да как бы ты себе представляешь сколько людей сколько в москве есть там зарегистрированных 90 скульпторов да сколько вообще весь рынок выливать скульптур из металла как бы это микроскопить но при этом есть десятки компаний которые это делают миска микроскопический рынок микроскопический просто узкоспециализированы и есть много конкурентов соответственно здесь предсказуемые можно эти кто ты прав кто-то должен этим заниматься но если ты этим занимаешься тогда у тебя просто маленькая история со всеми вытекающими проблемами и так далее да соответственно но не к нам нравится жить в этой истории страдания ребят мы будем страдать дальше но логично можно расширять ширь вглубь и тогда это можно смотреть нам искать новые формы внутри этого рынка возможно какие то есть я не удивлю тебя очень много людей сейчас у них хаос в голове у них бородак в бизнесе они знают куда бежать за что хвататься чтобы заработать там деньги на там на зарплату на аренду на просто банально семью как в таких условиях фокусироваться или он например не нужен или нужно действительно вот двигаться создавать что-то чтобы решить проблему а потом уже вообще финансы деньги они делают жизнь спокойнее предпринимателя конечно есть очень много данных ученые вопрос делает ли деньги людей счастливыми делают ли деньги такая деньги точно дают определенность и стабильность и безопасность да дают деньги счастья тоже дают доказано если взять мировые показатели до 7 до 70 тысяч долларов сильная подъем люди свою жизнь оценивают намного больше позитивно до дохода 70 тысяч долларов в год от этой цифры дальше да как бы там уже даже где-то спад происходит в каких-то странах как люди оценивают хозяйство становится может быть слишком большими они там больше проблем чем радость ну конечно вот на этой базовой траектории конечно но однозначно деньги как ресурс обмена которые позволяют тебе быть самим собой которые дают тебе свободу действия которые дают тебе действовать всегда в соответствии своими ценностями не нарушать их конечно но это не определяет твою ценность как человек ты ты для меня человек и твоя ценность не равно твоего кошелька но я знаю что ты как человек если ты будешь в жестком отсутствии ресурсов да там начинаются очень большие перекос если мы смотрим на людей которые живут в карте таких жестких перекосов да когда случается от нас несправедливость за другой люди начинают делать плохие действия они сами потом не понимают как они смогли это сделать способность фокусироваться это сверх важный базовый навык как при нарушении которого у человека начинаются много проблем соответственно сейчас в мире когда у нас всегда самый главный враг фокуса это вот телефон который у тебя на коленке лежит извини пожалуйста да но это эта способность управлять этим это это принципе ключевой фактор успеха что я для себя применяют да во первых если я инвестирую я инвестирую только у людей которые фокусируются которые делают одну историю я не говорю что они не должно быть только работа у них может быть семья там хобби здоровье не не должно но я я не вкладываю людей у которых 67 проект а если ты хочешь финансового инвестора нужно быть все-таки сфокусирован это пир второе я считаю что в текущем мире чтобы в нем жить и процветать и жить наполненную счастливую жизнь нужно уметь делать мультифокус соответственно ты за счет того чтобы тебе надо направлять фокус все-таки на разные вещи давайте есть здоровье у тебя есть другие вещи да у тебя там с нами случаются если ты написал ситуацию человека который не справляется вот с ним случаются вещи вот туда него летит он он уже еле-еле держится вот он сейчас на последнем из дыхания до для такого человека очень важно в любой момент заниматься только одним даже если все остальное падает вот и просто взял вот этот вопрос ты вот в нем пожил час разобрался закрыл эту коробку убрал открыл следующий как бы разобрался следующий и вот так и как бы очень важно чтобы не вот не потерять вот это и у тебя появляется про активность ты не начинаешь ощущать что жизнь это случается с тобой а ты просто берешь коробку за коробкой и просто и двигаешь дела вперед где двигаешь постепенно 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 сместно и очень важна способность раскрывать коробку фокусироваться и закрывать коробку убирать то потому что иначе тебя все сбьет из баланса ты вот и едешь в машине и у тебя происходит что-то неважно пришел какой-то диагноз у тебя желудок больше не работает правильно и что-нибудь другое и что теперь делать или не на еще хуже не у тебя у твоего ребенка например у твоего ребенка пришел диагноз который будет требовать твоего фокуса внимания следующие полтора года и и что это значит что все остальное надо отменять все да но если у тебя еще кредиты и третье четвертое бизнеса как это бы ситуация быть и вот здесь как раз отлит вот здесь отличаются сверх производительные люди не производительные люди их по их просто они просто падают они не справляются с то есть что их каждая мелочь может их вывести из из состояния то а сверх продуктивные люди как бы не могут они горят вот это диагноз что нужно сделать они просто открывают эту коробку встречается с врачами второе третье мнение все делать это действие вот это все что надо делать я должен произведить 72 действия с ребенком в день значит я буду да это много но я буду все это не по это не скушает меня полностью потому что у меня еще есть два часа когда я могу заниматься чем-то другим я сделал все что мог да вот я закрыл тут открыл закрыл и у меня есть еще два да это тяжело но обычно когда так происходит у высокопроизводительных людей я сидел в нью-йорке ужинал с предпринимателями был предпринимателю самый богатый за столом у него там система продаж одна из самых крупных в америке я ему говорю ну расскажи свою стоя тогда еще много любопытно был как сумасшедший скажи как как ты это сделал он год у него дочка родилась диагноз очень большой инвалидность которая не лечится ребенок живет неполноценную жизнь он прошел к врачу которому сказал если ты будешь делать 72 действия в день каждый день следующие 20 лет то и будешь тратить вот столько денег каждый месяц может быть у нее будет шанс вот вот здесь пройти он поднял ее на ноги она стала чемпионкой по настольному теннису она закончила университет он сказал сколько денег надо я их достану сколько действий надо сделать я их сделал ну при этом что он поднял свою дочку сделал то что почему врачи даже не рекомендуют это он сказал обычно никто не справляется с такой дисциплины с такой нагрузка он справился еще параллельно построил бизнес империю я бы почему-то построил бизнес перегать сначала мне дружили были деньги чтобы обеспечить дочку лекарствами да а потом у меня вот эти привычки дисциплина что я должен 72 действия каждый день делать в одно и то же время это это привычка потом приложилась на все сферы его жизни и он сидел за столом вот в такой форме вот с такими плечами мужик создал бизнес поставил дочку и вот этот стоит уважение вот это достойно вот это высокопроизводительный человек который смог сделать наша жизнь становится сложнее наши родители стареют требует фокуса внимания у нас появляется больше и больше как бы из семейных вопросов других вопросов да и нужно обязательно уметь управлять мультифокусом это прям ключевой навык это просто для этого очень важно вот это то что я говорю планирование жизни планирование месяцов годов чтобы все получила во время правильное время свою дозу да потому что самая большая разница между ноль и немножко соответственно вот самые большие аварии сгорания происходят когда ну нуля до ноль 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 и вот там происходит большие проблемы скоро ничего не делаешь да как по каким-то а вот о и если там мультифокус и ты открыл какую-то коробку и хотя бы 15 минут разница между 0 и 15 минут может быть огром просто сумасшедшая разница соответственно в текущем мире и в бизнесе это даже как я смотрю когда люди строят только один бизнес внутри все-таки много вещей которые надо делать хорошо у тебя сколько коробок в течение недели например таких объектов фокусов но я говорю я десятиборец ну это примут в 10 до да это я десяти борец у меня вот 10 важных коробок в этих важных коробках есть конечно суп такие дисциплины это все как вы на самом деле только одна коробка моя жизнь мой главный проект это моя жизнь я строю свою жизнь я создаю самая конечно куда можно бесконечно времени потратить это конечно предпринимательство это самая глубокая коробка из всех да там аккордеон ну как бы можно конечно тоже играть там ты играешь я знаю ну немножко игра вообще мне кажется инвесторы это футурологи да то есть это люди которые должны быть футурологами чтобы видеть будущее ты со своим опытом инвестиции опытом ошибок каким будущее бизнеса видишь то есть куда все идет и где мы будем там спустя 5-10 лет абсолютно я полностью согласен я во всех своих инвестициях я всегда когда открывал какой-то инвестиционный период я думал что какой будет мир в конце этого периода и формировал какие-то гипотезы которые были основой всех моих инвестиций соответственно мои инвестиции это не какая-то рандомная да там потому что с кем-то где-то встретился что у меня есть я инвестирую так да я думаю что меняется в мире это хороший очень куда мы идем и что не меняется что останется также это и другое может быть сильной основой для для инвестиций если ты угадаешь что не меняется тоже очень большие перспективы соответственно если говорить про текущий инвестиционный период я смотрю практически уже 10 лет вперед я я щас как бы горизонт у меня бой еще более длинный стал если мы говорим про 2030 год один из моих гипотезов что мы идем к сингулярность соответственно прагматичном смысле это означает то что крупные компании становятся еще крупнее и появляются такие то что я называю супер стар компании компании winner takes it all где победитель забирает все эта компания невероятного размера мой гипотез появится первые компании с капитализации 10 триллион сейчас самое важное и новый будут и новый и старый которые вырастут до этого соответственно вот эти супер стар компании они создают львинную долю ценности если смотреть фрагментация фрагментация создания новой ценности уменьшается уменьшается да если там 30 лет назад десятки тысяч предпринимателей создавали 80 процент ценности сейчас это могут быть десятки десятки предприниматель просто фрагментация создание новой ценности настолько уменьшилась это просто означает то как что что я говорил еще важнее будет еще больше предпринимателей которые запряжены в чужие системы до большие крупные еще важнее ставить амбициозные цели и скейл энтерпренерс очень важно быть скейл энтерпренерс потому что эти платформы забирают почти всю прибыль соответственно вот это это очень это торговые площадки не бина текситола не забирают всю прибыль я хочу быть акционером этих компаний вот это моя инвестиционная стратегия через ну четыридцатом году будет 150 компаний которые будут создавать 80 процент прибыли всего мира и если ты акционер этих компаний тогда ты будешь очень успешный человек так или иначе вторая сила которая всем двигает дигитализация дигитализация происходит в больших рынках когда я начинал заниматься интернетом большой бизнес был здесь а интернет была такая отдельная штука сейчас это все срослось и происходит сейчас мы видим первые большие успешные бизнесы которые зашли в самые традиционные сектора производства продуктов питания появляются там торговые площадки которые соединяют фермеров прямую в под с потребителями их продукции где раньше у тебя было там 45 ступени разделения от этих двух появляя в логистике появляются первые платформы которые начинают управлять большими потоками во всех сферах во всех крупных индустриях финансовой индустрии абсолютные большие перевороты поэтому мои инвестиции по сути вот это это мой главный гипотез один из самых лучших вопросов которые я когда-либо задавал это был двух тысячи тринадцатый год когда я думал о том какой бизнес можно строить если падает ввп потому что прогноз был что будет падать ввп ну-ка в макроэкономика будет падающая и многие это использовали как причину ничего не делать если у тебя прогноз будущего плохой плохой значит что ну ничего не делать либо как бы сворачивать покупай долл я задавал вопрос что можно создавать цены в падающих макроэкономиках и когда этот вопрос задал десятки тысяч раз себе и интернету в разных формах и я выявил что есть две бизнесы тогда я создал заодно доллары магазины и создал car price соответственно результат этого хорошего вопроса был не бездействия а две очень интересные компании которые потом построят хорош есть действительно хорошие плохие вопросы я бы не делил их там на правильные неправильные правда неправда а что позвать что позволяет тебе действовать и делать что-то да а что тебя здесь шуте забирает энергию что тебя забирает энергию я то я это так во всем да когда мы были мигрантами мы например часто там ну я не знаю то все были миграционном лагере определенные люди живут отсутствие ресурсов денежных я бы например спорили между собой я говорю я хочу создать бизнес они говорили ты не можешь создать бизнес у тебя нет старте вого капитала люди которые создают бизнес если если я говорю подожди девочка 아빠 но у всех был стартовый капитал docs вот этот конкретный пример у него отец был богатый до отец был богатый а у него отец тоже был богатый отец тоже был богат все 20 поколений назад все были богаты и соответственно у тебя просто есть богатые семьи которые навсегда богатые семьи нет ни одной семьи когда и когда ты смотришь поколениями я просто там очевидно до среди русских немцев например среди русских немцев очевидно что если 23 там все отбирали все было как бы там была вторая мировая война там люди выживали и очевидно что вот эта мысль то что никто никогда в истории не сделал ничего без стартового капитала она ложная их самое главное кто прав я с ним спорил с моим другом он был убежден в одном я говорю ему вот логика моя говорю не может быть да хорошо у него отец значит отец нуля все построил значит можно я был убежден что можно сделать что-то да кто был прав неправ я не знаю но я нашел я нашел основу для действий и моя теория имела последствия что можно делать что-то соответственно я начал делать эксперименты что-то получилось что-то не получил поэтому когда мы задаем вопросы знаешь я в яндексе есть статистика вопросов которые задают можно посмотреть какие вопросы люди задают в кончаста глупость какая-то но глупость не глупость до миллионы запросов например в россии один из самых популярных вопросов почему я такая дура это если ты задаешь это нехороший вопрос 100 процентов потому что твой мозг найдет тебе много ответов на этот вопрос есть очень много запросов развлечений но просто по сути есть идет огромный поток поиска развлечений ну просто сумасшедший соответственно люди хотят развлекаться развлекаться еще развлекаться еще 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 и конечно гиперпотребление да когда потребляешь ты либо создаешь либо потребляешь если ты создаешь то что другие потребляют ты становишься более успешным финансовая все если ты постоянно потребляешь до потребитель еще кредиты берешь до своего потребления траектория известного куда видео хороший вопрос кстати которые я рекомендуем не сказал про первые воспоминания на очень интересный вопрос и действительно никто никогда не спрашиваешь вот вопрос который я всем рекомендую твоим слушать почему я делаю то что дело вот почему если ты что-то делаешь почему ты это делаешь особенно почему ты делаешь что то что ты не хочешь делать почему вот люди знают что не надо ехать за рулем и читать сообщения и не дай бог писать сообщение ехать за рулем на скорости и писать сообщение кто еще не понимает что это делать не надо все уже логично все поняли каждый раз когда я еду я еду с водителем я смотрю на водителей других они едут и и и печа каждый раз вот интересно почему ты это делаешь почему это очень важный вопрос потому что это это в принципе для многих здесь это очевидно да здесь это очевидно ты 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 делаешь то что не надо делать а так во многих человек делает очень много действий которые катят его вниз жизнь то опять покупает себе что какой-то предмет люди попадают какие-то шоппинг спри да когда они не могут остановиться при этом у них уже кредиты они уже в минусе почему ты это делаешь это очень важный вопрос почему ты не делаешь то что ты хочешь делать и просто вместо того чтобы надеяться что когда-нибудь будет лучше искать те драйвера которые действительно начнут тебя двигать в сторону своей мечты своей цели и тогда и в бизнесе я говорю каждый каждый раз здравый смысл тебя так далеко несет и у многих людей убеждения что не хватает информации не хватает знания не хватает навыков вечный цикл мотивации нужно посещать постоянно курсы тренинги да можно последний вопрос он не ни с чем не связано но просто меня очень интересует на ком языке вот сейчас ты думаешь я думаю на всех трех языках на четырех даже ну вот в основном почему 4 английский немецкий русский но еще язык тело очень важный язык кстати очень важный язык очень важно потому что эти сигналы от шума отделять я в нем тоже думаю кстати каждый язык это как целый мир то действительно у меня нету такого доминирующий языка есть в определенных сферах если думаю про физику я больше по-немецки думаю если думаю про например семью до про семью больше русский язык потому что жена больше больше русский язык есть определенные вещи там английский язык а вот по-разному да соответственно у каждого языка есть подходящее слово что иногда очень интересно есть какое-то явление а слово в одном языке очень точно описывает это явление а в другом языке где-то мимо да есть какой-то continue есть какая-то сущность в мире вот такая да и есть слово в одном языке описывает эту сущность так а в другом вот так да и немножко вот оттенки эти иногда в немецком языке наборе слово которое в русском нет такого слова и наоборот да в русском слове русском языке есть слово из-за этого иногда приходится почему каждый язык это как целый мир потому что ты вот видишь вот continue и можешь описать что если да нет слова ты не можешь эту вещь учитывать если ты не знаешь как она называется да я хотел бы вот обратить внимание то что сказал оскар а потому что вам нужно задавать вопрос почему вы чего-то не делаете вот задайте вопрос почему вы до сих пор не подписались на канал оскара на канал франш тиви потому что если вы подпишетесь и хотя бы будете одно видео из 100 смотреть или из 10 то это вот так то будет разница между нулем и немножко на это все спасибо вам большое оскар спасибо тебе большое за то время большим удовольствием сколько это стоило вот честно полтора часа ты оцениваешь ну да иногда оцениваю иногда например на насколько мы могли бы попасть если это не было типа на ютюбе бесплатно тысяч 10 долларов да думаю это круто мы круто сэкономили спасибо это твои 90 тысяч подписчиков для меня такую ценность создают что ты готов делать надеюсь что хорошо все спасибо оба начинается ну и и и и